Областные дерматовенерологи бьют тревогу. В регионе увеличилось число заражений стригущим лишаем. Грибковое заболевание, которым страдают люди, передается в большей степени через контакт с бродящими животными, собаками и кошками. Лиша чрезвычайно заразен, долго лечится и требует значительных трудозатрат со стороны медработников. В связи с чем медсообщество просит оберегать детей от контактов с животными на улице, а также следить за домашними питомцами. Среди причин, косвенно способствующих распространению лишая, называется ненадлежащая работа службы по отлову безнадзорных животных. Зимний сезон стартует с 1 декабря в семи парках областного центра. Традиционно жители Ульяновска ждут катки, снежные горки, новогодние елки и множество других развлечений. Так, в парке 40-летия ВЛКСМ гостей приглашают прокатиться на собачьих упряжках, а в прибрежном в сане запрягут снегоход. В молодежном на катке инструктор научится кататься всех, и больших, и маленьких, а во Владимирском саду самых бесстрашных ждет самая длинная горка в городе. Торжественное открытие всех новогодних елок в парках состоится в один день, 23 декабря. Торжественное открытие отремонтированного центрального железнодорожного вокзала в Ульяновске переносится на 17 ноября. Изначально планировалось, что обновленное здание примет первых пассажиров 7 числа, но в РЖД решили повременить. Реконструкцию вокзала, напомню, начали в мае 2016.